Война Главный государственный праздник. Сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением победителей. Сейчас перед нами в новых условиях стоит все та же задача – сперечь свободу и независимость родной земли. И мы должны помнить, самый главный фундамент независимости – это гражданин, это мы с вами. Ведь страна – это не просто несколько миллионов человек, случайно расселившихся на определенные территории. Страна – это единое сообщество граждан, людей, объединенных общей исторической памятью, традициями и ценностями. Яркий пример бережного отношения к своему прошлому – музей «История Великой Отечественной войны», новое здание которого было открыто в эти праздничные дни. В церемонии приняли участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Минск, проспект Победителей 8. По этому адресу теперь прописано крупнейшее хранилище реликвии Великой Отечественной – главный музей войны, вечный ее свидетель. Дать возможность прикоснуться к истокам трагедии и подвига, услышать эхо огненных сороковых. Такую цель поставили перед собой создатели. Здесь Великая война рассказывает о себе тысячами голосов, победителей их оружия, документов. Мы глубоко почитаем общую летопись героизма и подвигов советского народа. Гордимся тем, что белорусы плечом к плечу с русскими, украинцами, азербайджанцами, армянами, казахами, другими народами СССР отстояли Москву, обороняли Ленинград, участвовали в Сталинградской битве на Курской дуге и в стратегической операции «Багратион», освободившей Беларусь. Беларусь всегда была против искажения правды о войне. Об этом красноречиво говорит то, что наша республика стала первой в мире страной, которая создала музей Великой Отечественной войны. Белорусский народ выстоял, оказал пример самопожертвования и искренней любви к родине. Мы преклоняемся перед мужеством волей белорусского народа. Белорусский музей единственный на планете, чье становление проходило параллельно с отражаемой эпохой. Мало кто знает, что первые его коллекции были и добыты, и переданы сбоем. Решение о создании в Минске музея, посвященного военному периоду, руководством республики было принято еще за 9 месяцев до освобождения Беларуси. В сентябре 1943-го тогда же в партизанские отряды были отправлены шифровки о необходимости сбора экспонатов. Беспрецедентная музейная операция положила началу сбору осколков войны. Они бережно вкраплялись в огромную мозаику, отражающую годы борьбы. Сегодня ее полотно – это 15 тысяч квадратных метров, на которых разместились 11 залов. В музее можно почувствовать атмосферу самых первых мгновений Великой Отечественной. Для этого здесь сделана голограмма, рассказывающая о сражениях в Брестской крепости. Когда я зашла и посмотрела фрагмент Брестской крепости, я заплакала, потому что это очень тяжело смотреть и представить, сколько нашей национальности погибло и еще сколько неизвестных лежат в наших землях. Для удобства и наглядности – мониторы с видеоинформацией, инсталляции, мультимедийное оборудование. По оснащенности музей – один из лучших в Европе. Ну, достаточно сказать, что только в фондах заложено 143 тысячи музейных предметов. Это документы, фотографии. То есть для работы ученых очень большое поле деятельности. С помощью новых технологий, а также подлинных раритетных образцов, за каждой дверью попадаешь в другое время и измерения. Я не ожидала, что здесь такие большие экспонаты. И самолеты, и машины вот эти. Очень даже все здорово и хорошо сделано. Память о павших за нашей жизни людей нужно хранить. И это обязательно нужно сделать. Показали всю технику, на которой наши отцы и деды завоевали мир для всей земли. Пожалуй, каждый музей может сказать о том, что обладает уникальными коллекциями. Но вот чего точно нет нигде в мире, так это такой богатой партизанской экспозиции, как в Минске. Причина здесь простая. Нигде в мире не было столь мощного народного сопротивления фашизму, как в Беларуси. Письма, награды, часы, фотоаппараты. Рядом с обширными диорамами – личные вещи белорусов. Которые от мала до велика встали на пути фашизма и сломали его своей духовностью и самоотверженностью. В этих залах проходишь не только сквозь историю, но и сквозь боль, переживания белорусов. Народа, который сжигали, убивали, но не покорили. Это очень тяжело нам переносить детям войны, которые это все видели. Я то видела, мне было пять лет, как отца взяли, и мы остались восемь человек, семья. А теперь такое цветущее время. Обновленный музей рассказывает о многом, но главное – его посетители никогда не останутся равнодушными к героическому прошлому. А это и есть непобедимое оружие в сражении за правду истории и величия нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова